Особое мнение на 101FM Человек через два дня после одобрения этого закона в ВКонтакте разместил пост, в котором была фраза «Оскорбительные» в адрес президента России Владимира Путина. Путин сказочный и далее слово, которое мы называть не будем, потому что закон соблюдаем, ну, скажем так, клювокрыл. Вот. Человек теперь, значит, вынужден будет либо оплатить штраф, либо, вот как сейчас сообщили коллеги, обжаловать это решение. Не знаю, чем, правда, закончится обжалование. Ранее была подобная история в адрес СМИ. СМИ разместили в Ярославской области фотографии, оскорбительные надписи в адрес президента Путина. Причем оскорбительное слово на этих фотографиях было закрашено. Тем не менее, Роскомнадзор сайты заблокировал. Вот такая история. Хотя нам говорили, что вроде как не будет жестко применяться этот закон, вроде как будет тщательно следить прокуратура, смотреть, чтобы не было перекосов, а все в регионах делают, что хотят. Ну, это обычная история. То есть как только принимается какое-то законодательное регулирование, то всегда будут попытки потестировать в разном ключе. А как это работает? Любую законодательную норму. Если есть формальный повод начать какое-то производство, то, безусловно, эти поводы будут использоваться. А зачем? Ой, причин может быть там очень и очень много разных. Там, допустим, там сотрудники правоохранительных органов тоже люди. Им нужно получать премии, им нужно там все больше и больше дел заводить. Раскрываемость, статистика, улучшение статистики. Улучшение статистики. Там новая звездочка на погонах. Личные счеты с кем-нибудь. Личные счеты могут быть. То есть причин может быть очень много и очень разных. То есть законодательно закрепить, не заниматься идиотизмом, ну, невозможно. А надо бы. Ну, что делать? Олег, я правильно понимаю, что все вот эти вот истории, они возникают из-за того, что, ну, этот вопрос задавался, абсолютно невнятно был прописан законопроект, и никто тогда не понимал вообще, что считать вот тем самым оскорблением органов власти, власти, после которого, собственно, наступает ответственность. Ну, собственно говоря, это вообще такая российская традиция законотворчества, писать как можно более там мутные формулировки, у которых, возможно, расширительное трактование в любую сторону, то есть по усмотрению там исполнителя. Это же касается очень и очень многого. То есть это все работает по правилу, там, друзьям все, врагам закон. То есть, в принципе, в жизни современного, там, российского гражданина, то есть, вообще-то, любой российский гражданин хоть в чем-нибудь, но виноват. Вот, и там, его не наказывают ровно потому, что, ну, пока не попал, пока не попал под пристальный взгляд тех, кто заинтересован. А, то есть то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка, то есть вот эта вот поговорка, она работает. Это, ну, вечная российская поговорка, то есть вот если посмотреть, опять же, что по налогообложению, что по, там, каким-то бытовым вещам, то есть, ну, люди живут своей жизнью. То есть, многих законов они и не знают, там, всех тонкостей, и сознательно, несознательно, а где-то пренебрежительно. То есть, чем больше законов, чем больше, там, регулирования, тем больше, возможно, ошибок, там, каких-то, невозможно все соблюдать. Абсолютно все, и абсолютно быть законопослушным человеком невозможно в такой системе, потому что правил столько, что волей-неволей что-нибудь да нарушишь. Олег, вы себе критические замечания в адрес власти позволяете в социальных сетях? В каком формате? Я позволяю себе критические замечания, но стараюсь, чтобы это было в корректной форме выражено. А корректная форма – это какая форма? Я сейчас не просто так спрашиваю, просто люди должны задуматься, что можно писать, а что нельзя. По крайней мере, без мата и без огульных суждений. Все плохие. Ну, не все, на самом деле. Есть и нормальные, и порядочные, и умные, и грамотные чиновники, но, разумеется, не все. Есть и люди, которых не хочется уважать, и хочется чисто по-человечески назвать самыми ранными словами, но в публичном пространстве я предпочитаю этого не делать. Если хочется высказать какую-то свою критическую позицию, то, по крайней мере, обосновать почему и в максимально корректной форме. – Можем ли мы предположить, вот после этого первого случая, каким образом будет развиваться ситуация дальше? – Я думаю, что таких дел будет намного больше, и практика, наверное, будет по разным регионам складываться по-разному. – В зависимости от чего? – В зависимости от кадрового состава тех лиц, которые принимают решения. – По Кировской области мы можем прогноз сделать? Насколько адекватным будут решения? – Не знаю. – Пока непонятно. – То есть, допустим, если какие-то записные оппозиционеры, которые, ну, вечно как бельмо на глазу, там мешаются власти, скорее всего, у них и квартплату посчитают, и коммунальные платежи, сколько они копеек недоплатили, и штрафы, и пенни им накрутят, и все слова, там, по буквам пересчитают, там, все, что они пишут в социальных сетях. А если просто, там, неоппозиционно настроенный гражданин, там, случайно что-то, там, скажет, то, ну, кто он такой, эти слова могут и пропустить, и не заметить. – Простят. И не заметят. Посмотрят, но не увидят. Олег Ткачев в нашей студии, председатель комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты Кировской области. К общественной палате мы, собственно говоря, и переходим. Уже завтра, насколько я понимаю, состоится вторая попытка выбрать председателя региональной общественной палаты. Напомню, месяц назад предпринималась первая попытка, когда стало известно, официально объявлено о том, что Александр Галецких, председатель общественной палаты Кировской области, ее покидает, чтобы перейти на работу в Совет ветеранов. По-моему, так называется эта структура. И тогда общественники возмутились тем, что на выборы нового кандидата или кандидатов была дана всего неделя с небольшим. Объявлено было не очень, не очень заранее. И фактически к моменту выборов голосования подошла только одна кандидата. Это Наталья Шитько, руководитель Кировского отделения общества знания. И, собственно, тогда за нее отказались голосовать не потому, что Наталья Шитько не уважает, ее очень уважает, и все об этом говорили. Но вот сама форма, что был предложен только один кандидат, общественников не устроила. Дали месяц на подготовку. И, собственно говоря, что мы видим? Было несколько человек, которым предлагали возглавить общественную палату, но в итоге кандидатура, которая будет завтра рассматриваться, по-прежнему та же, Наталья Шитько. И она одна, потому что все предложенные кандидаты взяли самоотвод. Да, все именно так, но ничего страшного. То есть это прогнозируемая была ситуация? В принципе, это достаточно прогнозируемая. Просто людям требовалось время для консультации, для обсуждений. То есть вот новость об уходе и о смене первого лица общественной палаты, то есть ее необходимо было как-то переварить, пережить, обсудить друг с другом, обсудить разные варианты. Ну, кто хотел, те обсудили. И, в принципе, пришли снова с этим же результатом, что, в принципе, подтверждает обоснованность выбора именно Натальи Ивановны. Наталью, по-моему, предложил Совет Общественной Палаты, если я не ошибаюсь, да? Ну да. Месяц назад. Совет Общественной Палаты, то есть после того, как новость об уходе Александра Александровича там стала известна, то есть вопрос был поставлен в повестку пленарного заседания, то есть, разумеется, следом вопрос о выборах, то есть когда делать эти выборы. И, разумеется, что мнение Совета, ну, должно было быть озвучено, то есть, ну, какая-то кандидатура выдвинута. И вот на Совете была выдвинута кандидатура Натальи Ивановны. Угу. Вот. Прошло пленарное заседание. На пленарном заседании большинством голосов членов Общественной Палаты решили, что не торопиться. Процедуру отложить. Да, процедуру отложить до следующего заседания. Ну, завтра будет окончательное решение этого вопроса. Сложно спрашивать о прогнозах на самом деле, потому что прогнозы в этом случае дело неблагодарные. Те люди, которые выдвигали своих кандидатов, пока непонятно, будут голосовать за Наталью Шитько или не будут голосовать. Таким образом, какой-то протест свой проявят или еще что-то. Ну, я думаю, что Наталью Ивановну завтра выберут. То есть, ну, у меня складывается такое впечатление. Там, не знаю, может быть, и могут быть сюрпризы. Ну, Наталья Ивановна достаточно профессиональный человек. Никому ничего плохого не сделала. Нет, ее все уважают. Все общественники об этом говорили, конечно. Я думаю, что завтра, ну, у меня такое впечатление, что завтра ей доверят руководить общественной палатой. А вот скажите, Олег, пожалуйста, процедурно вот эта вот история с заявлением, с выдвижением кандидата, она может завтра состояться? Или вот та история, что были предложены кандидаты? То есть и завтра? И завтра, вплоть до момента голосования, то есть любой член общественной палаты может встать и сказать... Я хочу. Там, я хочу, или там предложить кого-то, чьи фамилии ранее не звучали. И если новая предлагаемая кандидатура не откажется, не возьмет самоотвод, то там будет поставлена на голосование там не одна, а... Две или три, сколько придется. Сколько угодно. Олег Ткачев, нашей студии, председатель комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты, региональный и руководитель Кировского центра поддержки НКО. Сейчас сделаем небольшой полуминутный перерыв и вернемся с новыми темами. Продолжаем разговор с Олегом Ткачевым. Еще одна городская тема, даже две, пожалуй, связанные с благоустройством, весенним благоустройством нашего замечательного города. Собственно, это сказ о том, как активисты и урбанисты пытались побороть чиновников и, видимо, устали. Желтые заборы в Кирове, пресловутые желтые заборы, которые, в частности, на Октябрьском проспекте обещали заменить на чугунную ограду, если я ничего не путаю. Просто покрасили на Октябрьском проспекте в черный цвет. Я вчера специально по городу проехалась и посмотрела. В других местах в серый. Где-то еще руки не дошли. Там еще стоят ржавые желтые заборы. Это улица Некрасово, например, в районе автовокзала. Причем, если администрация две недели назад обещала, что заборы, которые погнутые, будут сняты, приведены в порядок и только после этого покрашены, вот этого я не видела. Я видела, что красили прямо на месте, краска лилась на землю, щедро так поливая ее. А вот на Октябрьском проспекте, в частности, напротив железнодорожной больницы, я вчера видела и гнутые ограждения, покрашенные в серый цвет. При этом очень интересная складывается ситуация. Осенью, когда желтые заборы появились в Кирове, в частности, на Октябрьском проспекте, была такая волна просто, я бы сказала, народного общественного возмущения. Все кричали, это безобразие, надо его немедленно убрать. Шульгин собрал совещание, сказал немедленно прекратить установку желтых заборов и пообещал разработать другие меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Светофоры, пешеходные переходы, еще что-то. Не позволим бульвар превратить в небульвар, он сказал. Тогда с остальными оградами подумаем. Приходили к нам эксперты, говорили, мы рассмотрим опыт других городов, где ставится не железное ограждение, алюминиевое какое-то, красивое. Посмотрим, в общем. В итоге вот, пришли к тому, к чему пришли. И все молчат. Общественники признали поражение, Олег? Ну, смотрите, вот вообще визуальный облик города, да, это такая, ну, вещь вкусовая. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У кого-то там запросы и потребности одни, у других людей другие. Нравятся ли там желтые заборы? Ну, вот лично мне в некоторых местах, вот, мне, в принципе, они даже, ну, как-то симпатичны. Именно желтые? Именно в том виде, в котором они есть? В некоторых местах. Не во всех, не во всех местах это уместно. Вот, допустим, Октябрьский проспект, ну, мне как-то там не очень. Они теперь там черные, Олег. Вот, по крайней мере, пусть будут черные. По крайней мере, серые. Вот, то есть в некоторых местах, ну, просто желтый цвет, яркий желтый цвет, он выбивается. А некоторые улицы, вот, там, где там цвет домов, там, ну, что-то еще подходит, да, то есть это достаточно уместно. Если из этого не делать, ну, там, какую-то такую вещь, чтобы это торчало везде. Вот, то есть полностью весь город и все дороги забирать заборами, будь они хоть черные, хоть желтые, хоть чугунные, хоть литые, хоть какие, да, вот, и, ну, нет смысла. То есть не надо доходить в любой деятельности до фанатизма. Вот, то есть в каких-то местах это уместно, в каких-то нет. Нельзя с едиными какими-то, там, правилами подходить, там, к благоустройству и именно к дизайну, там, города, там, абсолютно во всех местах. У нас город разный, у нас разные зоны. Ну, вот, мое мнение такое. А зачем тогда было красить в серый? Можно было покрасить в яркие цвета, зеленый, сиреневый. Опять же, это такая вот вкусовщина, то есть, ну, можно, можно там во все цвета радуги покрасить. Просто краску оптом покупать дешевле одного цвета. Ну, да, это... Нет, не в этом дело. Мне кажется, не в этом дело. То есть это вопрос, опять же, дизайна. Ну, вот, и мы по-обывательски, конечно, можем сказать, нам это нравится или нам это не нравится. Когда вот уже кто-то сделает, да, и мы так посмотрим уже на состоявшуюся вещь, и можно оценить. Нет, мне это не нравится. Или да, ой, ой, как хорошо сделали. Мне это нравится. Вот, но на этапе, там, принятия решения, там, что делать, ну, что делать? Это жизнь. Это, ну, в этой жизни есть право на эксперимент. Подождите, Олег, вот большая такая проблема. Есть Октябрьский проспект, бульвар Октябрьского проспекта, который огорожен от проезжей части красивой чугунной оградой. И есть ограждения, которые поставили прошлой осенью, которые были желтые, теперь они черные. С этой оградой они не сочетаются совершенно. Стилистически. Вот, стилистически необходимо, там, вот эту зону выровнять, и там, желательно, вот именно на Октябрьском проспекте, там, сделать более, там, ну, единообразный, там, стиль. Я надеюсь, что со временем это и произойдет. Вот смотрите, сейчас люди, которые нас слушают, могут сказать две вещи. Первая, да, отлично, пусть будет одинаковая ограда везде. И вторая, зачем тратить деньги на чугунную ограду? Вот, зачем? Стоит выбор потратить деньги на, там, уборку, детскую площадку, или на чугунную ограду на Октябрьском проспекте? Вы какой выбор сделаете? Вот в этом и есть весь смысл активизма. То есть, если кто-то из жителей города имеет свое, там, мнение и желает его обосновать, вот это мнение стоит высказывать. Вот, есть депутаты, то есть представительная власть, есть исполнительная власть, администрация города. Можно через депутатов, можно напрямую, там, высказывать свои мнения, там, просто писать письма. Я считаю, что ограждения нужны вот такие-то. Или я считаю, что ограждения не нужны вообще. В этом и есть смысл активизма. То есть, чтобы каждый житель этого города высказал, там, личное свое мнение. И если есть силы, то обосновать. Каждый-то не выскажет. Вот давайте, Олег, все-таки мы реалистами будем. Вот смотрите, если не высказывается никто, то тогда органы местного самоуправления вынуждены принимать решения самостоятельно, не опираясь ни на чье мнение. То есть, вот есть чиновники, да, им это поручено, там, что-то сделать. Вот как им показалось, вот, на личный там вкус, ну, значит, так и будут делать. Есть чиновники, есть заборы, где-то гнутые, где-то ржавые, есть банка серой краски. Вот есть серая краска, пойдем красить серой краской. Раз никому не надо ничего, мы пойдем покрасим серый цвет. Если никому ничего не надо, то да, так все и происходит. Понятно. Почему никому ничего не надо? Осенью было надо, а сейчас не надо. Чем больше разных инициатив, тем лучше. То есть, осенью был повод. Вот администрация начала когда делать, да. Поставила и перегородила проход. Да, была реакция на конкретные действия. Там в некоторых местах, кстати говоря, там, где перегородили проход и стало там ходить неудобно, там в основном-то большую часть споров, насколько я помню, там шли именно вокруг этого. То есть, это там вопросы безопасности, вопросы перехода, спорили там, смотрели, читали углубленно там правила дорожного движения, а можно ли вообще здесь переходить. То есть, всегда тут вроде как бы ходили, традиционно ходили, но, оказывается, нарушали там правила дорожного движения. Ну, там, где вот перегораживало вот этими ограждениями, перегораживало именно... Бульварную часть Октябрьского проспекта, да. В основном вокруг этого. Насчет желтое, не желтое. Да, время прошло. И вот, кстати говоря, желтое заборы сквозь вот эту желтизну проглядывает рыжая ржавчина. То есть, это стало... Если, когда они были новенькие, это было еще, ну, так, куда не шло, но когда они стали гнутыми и ржавыми, вот, это стало смотреться еще более диковато. Разумеется, хотелось бы, чтобы вот какие-то следы упадка... Были исправлены? Были исправлены. Но пока не исправлены, Олег, к сожалению. Ладно, еще одна городская тема. Тема тоже тянется не первый год. Это тема с пыльными бурями. Мы все видим, город убирают, идут машины. Комментарии в социальных сетях, на порталах кировских СМИ из разряда у дорожников наших. Договоры с автомойками, договоры с аллергологами, еще с кем-то. Шульгин вчера на совещании распорядился прекратить уборку города с пыльными бурями, осуществлять уборку только после того, как будет проливка. Проливку наши коллеги видели, идет маленькая машинка, две тонкие струйки, которые ничего совершенно не меняют. Следом идет машина со щетками, огромное облако пыли. Я вчера вечером ехала по Октябрьскому проспекту, я это видела. Вот именно об этом и еще обо многом другом мы хотели обсудить именно завтра с Ильей Шульгиным на дискуссионном клубе «Вечерний». Но, к сожалению, эта встреча прямо завтра не состоится. Как? Ну, не сложилась по занятости. По ряду обстоятельств, как говорится. Мы эту встречу перенесем. То есть у нас тема была сформулирована, возможно ли, решаема ли проблема грязи в Киеве. Грязи в целом, это и пыль, и откуда она берется. Она же не просто из воздуха берется. Это то, что сыплют на наши улицы зимой, это то, что не вывезено с прошлого года, это то, что скатилось на дороге и слилось с газонов во время дождей. Да, да. И тут проблему-то надо это решать комплексно, опять же. Много шло. Олег, Олег, вот много лет я работаю на этой радиостанции, и каждый год весной мы говорим о том, что проблему надо решать комплексно, а проблема не решается. Проблема, на самом деле, она решается, но очень медленно. Где? Я не вижу, чтобы она решалась. Ну, на самом деле, там, допустим, вот у нашего дома, где я живу... Так? Это юго-западный район, если мне память не изменяет, да? Да, да. Третий этажка, и вот на таком, на пригорочке из глины, вот, и после дождя вся эта глина течёт, то есть к дому невозможно было пройти. Там годы шли, там сначала одна зона была, ну, как-то так... Укреплена. Укреплена, потом другая, потом третья. Ну, то есть это происходит. Это вот незаметно. Вот шажок за шажком, да, и там снова, и снова стала разбитой дорога. Слушайте, так не доживём мы. Пока сделают в другом месте, вокруг вашего дома снова всё расползётся. Пока не... Когда сделано там более-менее капитально и качественно, да, вот пока не расползается. Пока не расползается. Маленькими шажками. Да, маленькими шажками. Очень хочется, чтобы были какие-то кардинальные меры, ну, вот уже предпринятые, чтобы как можно большую часть открытой земли было прикрыто, чтобы с неё не текло, там, пыль, грязь, чтобы можно было пройти, и, разумеется, тогда и на дорогах меньше станет пыли. Вот. Очень хочется кардинальных мер, чтобы весь город тотально был закрыт. Закрыт. Там земля укреплена. Я на самом деле вот с вывзом пыли не вижу никакой проблемы. У нас огромные возможности в этом смысле. У нас есть вода, мы не в Африке живём, в конце концов. Едет машина, проливает все обочины абсолютно. Следом идёт машина с лопаточкой, подбирает всю эту грязь. Грязь куда-то вывозится. Это надо сделать один раз. Хорошо, два. Не один, чаще. Нет. Вот чтобы убрать основную грязь, вот это надо сделать два раза. Вот весной это сделать, вывести основное, а дальше уже там смотреть и по мере необходимости прибираться. И почему-то никто это весной не делает. Это либо очень много денег требует. Ну, почему не делают? Ну, вот сейчас вот я шёл, сейчас я пешком до студии шёл пешком. Вот в некоторых местах я действительно видел, где рабочие в жёлтых этих самых жилетках там лопаточкой подбирают и кладут на машину. Мокрую грязь. Мокрую. Мокрую грязь. То есть они палили всё-таки. Да, где-то палили. Олег Ткачёв свидетельствует, к Шульгину прислушались. Я не знаю, прислушались к Шульгину. Но он штрафами грозился. Или там какой-то разум вдруг появился. Внезапно. Это просто ответственные рабочие вам попались на пути, Олег. Может быть. Но я не могу сказать, что вообще тотально везде бардак полный настолько, что невозможно пройти. В некоторых местах, да, невозможно пройти. Но в некоторых местах всё-таки что-то у нас всё-таки работает. Вот так и живём, Олег. В некоторых местах невозможно пройти, а в некоторых местах что-то работает. Олег Ткачёв в нашей студии, руководитель Кировского центра поддержки НКО. И председатель комиссии по развитию гражданского общества региональной общественной палаты. У нас впереди реклама. После вернёмся. Олег Ткачёв в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особые мнения». В перерыве сейчас с Олегом напомним, решили, что напомним всё-таки нашим слушателям о том, что делать, если вы видите, что уборка города осуществляется не так, как надо. Что может сделать человек обычный? Обычный человек может достать свой телефон, сфотографировать эту пылящую машину, или рабочих делающих как-то неправильно, нетехнологично, неразумно сфотографировать и послать в ГИБДД, в администрацию города. Это делается несложно. Есть онлайн-приёмные, то есть по электронной почте, с любым вольным текстом. Вот был свидетелем дата, время, место. Вот фотография. Разберитесь, накажите, пополните бюджет города Кирова штрафами. Ну да. Хорошо. Ладно, тут сейчас такая тема интересная у нас. Мы обращаемся к Никите Юрьевичу Белых, экс-губернатору Кировской области. На прошлой неделе представители Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека посетили колонию, где Никита Юрьевич отпывает назначенные ему наказания. Это посёлок Ликотки Рязанской области, ИК номер 5, насколько я помню. Никита Юрьевич работает в библиотеке. И общественники, которые эту библиотеку посетили, в отчёте своём, который, кстати, размещен на портале 7 на 7, он там есть, отмечают достаточно такие позитивные изменения. Ну, в частности, при входе в библиотеку оформлены стенды по истории Рязанской области, наиболее выдающимся уроженцам области. Оформлен стенд по году отечественной литературы, который по инициативе Никиты Белых проводится в колонии в этом году. Размещены в отрядах стенды со списками писателей. Значит, отдельно стенд, посвящённый Дню мировой истории, где каждый раз вывешивается информация о событиях, которые в этот день были. Выросло количество читателей в библиотеке почти на 230 человек. То есть сейчас более 60% осуждённых – это читатели библиотеки, которую, напомню, руководит Никита Белых. Собственно, проводятся конкурсы, конкурс сочинений или интеллектуальный конкурс, конкурс художественный, встречи с интересными людьми. Вот тут я, конечно, немножко, что называется, удивилась, потому что библиотекой проводятся встречи с интересными людьми, например, с депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым и членом Совета Федерации Владимиром Лукиным. Я первый раз, на самом деле, вижу такое, чтобы колония проводила встречи с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. 50 осуждённых написали «Тотальный диктант» в этом году. И, собственно, вот по итогам посещения общественники рекомендуют все на России по Рязанской области разработать на основании работы библиотеки колонии номер 5 методическое пособие по организации работы библиотек исправительного учреждения и провести конкурс библиотек. Вот такая история. Непонятно пока, где это всё будет разработано, только в Рязанской области или по всей России планируется тиражировать этот опыт. А я, Олег, хотел вас, как члена общественной наблюдательной комиссии, спросить, вот те вещи, которые я перечислила, это такая обыденность для любой колонии или нет? Вот в таком объёме, наверное, всё-таки тут видна инициатива Никиты Юрьевича и его грамотный подход к организации процесса. Но, в принципе, по отдельности какие-то элементы, безусловно, есть, бывают, встречаются. То есть стенды мы видели при посещениях, библиотеки работают, с разным успехом работают. Да, всё это можно делать, и администрации обычно, ну, колонии обычно поощряют подобные там вещи. Эти вещи делаются по инициативе заключённых, которые там имеют то или иное отношение к библиотеке, или по инициативе администрации всё-таки? Ну, по-разному. По-разному, да. Понятно, что администрация поощряет подобные вещи, какие-то вещи предлагают. То есть у нас регулярно проводятся конкурсы, ну, не именно там, допустим, библиотек, но конкурсы ледяных скульптур. Это я видела, да, да, да. На сайте, на втором сайте общественной наблюдательной комиссии я регулярно наблюдаю картинки. Да, да. То есть вот различные культурно-массовые мероприятия, они, ну, поощряемы администрацией. Вот. Как действующий там руководитель библиотеки Никита Юрьевич, ну, там вот с литературным уклоном, то есть делает. На самом деле у нас есть такая проблема в Кировской области по поводу пополнения фондов библиотек этих учреждений. Вот. И хотелось бы обратиться, то есть мы разговаривали с администрацией колонии, не все отозвались, ну, как бы подтвердили, что им это надо, но, по крайней мере, там есть несколько адресов, где однозначно руководители колонии нам сказали, что да, если вы соберете книги и привезете нам, то, разумеется, там по всем правилам, по всем регламентам всей России, как это предписано делать, то мы с благодарностью примем, потому что действительно есть проблема. А какие книги нужны? Любые. То есть классика, детективы? Художественная литература, там литература, периодические издания, то есть, может быть, подборки там разных журналов, там, ну, различные тематические. Начиная, может быть, от науки и техники, которые лежат еще с советских времен на даче? Вполне, да. Вот просили автомобильные, там, журналы, там, может быть, подписка. Вот в женской колонии просили, там, романы, вот, то есть, пользуются популярностью, ну, читают и вот... В общем, у кого-то, если дома завалялась Анжелика, полное собрание... Любые книги. Коллегу Ткачева обращайтесь. Любые книги, вот мы примем, рассортируем, договоримся о том, чтобы их приняли, то есть, поделим между, там, учреждениями, по тематике, там, где-то одно востребовано, где-то другое востребовано. Олег, вот вы сейчас сказали, мы примем, мы, это кто? Общественные наблюдательные комиссии? Ну, по крайней мере, моя организация, молодежный творческий центр, нам можно приносить на Ленина 119А культурный центр 5 этаж. То есть, там мы можем, по крайней мере, принять, заскладировать, то есть... Есть куда положить пока? Да, есть куда положить, там мы готовы все это рассортировать, и потом, когда поднаберем, то есть, мы готовы по конкретным адресам в колонии вывезти, потому что проблема такая есть. Пополнять фонд библиотек надо. Олег, вот такой вопрос, а они пополняются вообще за счет чего? Ну, вот кроме тех, может быть, осужденных, которые что-то там выписывают и, наверное, оставляют, да, и вряд ли они это пересылают куда-то там обратно. Есть финансирование вообще какое-то? Какое-то минимальное есть, но его очень немного. Вот в основном, как бы там это финансирование уходит на периодические издания, то есть на подписку. Газеты? Газеты, журналы, но, опять же, неполный перечень всего, что интересует. А вот художественную литературу, ну, мне кажется, что могу ошибаться, но вот я не слышал, чтобы и не видел там какие-то, что вот в этом году там какая-то художественная литература поступила. Могу ошибаться, но мне кажется, что нет. То есть те книги, которые там есть, они ветшают. Я правильно понимаю, что книги, которые можно приносить вам, это не обязательно новые книги? Это могут быть собрания сочинений, классиков, там... Все, что угодно, да. Подписные издания, те, что вот сейчас у кого-то дома стоят и, может быть, кому-то уже не нужны. Да, да. Я думаю, мы примем все. Да, только давайте скажем, как вы работаете и в какое время можно приносить. Мы работаем с 10 утра и, в принципе, до 8-9 вечера. Есть номер телефона, по которому можно позвонить, уточнить, на месте вы не на месте? Так, у нас есть сайт mtc-kirov.ru. Там все контакты? Там есть контакты. Там все контакты. Ну, и в социальных сетях, разумеется, мы тоже есть. Обращайтесь. Да. Обращайтесь. Хорошо, у меня даже люди есть, которые спрашивали, куда бы можно передать старые книги. И сегодня же прямо вот Олег вас с ними скоординирует. Еще одна история, о которой хотели поговорить. Вы вернулись фактически, вот буквально, вот только что вернулись с ассамблеи, которая прошла в Нижнем Новгороде. Называлась она громко. Ассамблея НКО Приволжского федерального округа. Ездила туда достаточно большая делегация из Кировской области. 12, по-моему, человек. Общественники. Что там было? И это в четвертый раз, по-моему, проводилось, да? Да, это была четвертая ассамблея. То есть это регулярное мероприятие, то есть очная встреча представителей некоммерческих организаций со всего Приволжского округа. Она такая официальная. Я, насколько поняла, там Министерство информационной политики, по-моему, или внутренней политики Нижегородской области в организации участвовало, да? Да, да. Ну, они участвовали в качестве традиционных гостей. В этот раз и представители нашего Министерства внутренней политики тоже ездили посмотреть, поговорить, пообсуждать, а как это делается в других регионах, а какие есть передовой опыт поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. То есть большей частью речь шла о поддержке, о грантах? Нет, не только. О чем еще? Была масса различных круглых столов, дискуссий. Самый болезненный, Олег, вопрос. Вот у нас минутка остается. Самый болезненный, который поднимался. Ну, вопросы бухучета налогообложения. То есть мы обсуждали с Павлом Гомольским, председателем клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческого сектора. Конечно, там масса всяких вопросов, неясностей, непонятностей с нашим законодательством. На давление жаловались некоммерческие организации со стороны власти? Вот прямо так, что нас кто-то давит? Нет. Нас кто-то давит. Такого не было. Такого не было. Олег Ткачев в нашей студии, руководитель Кировского центра поддержки НКО, председатель комиссии по развитию гражданского общества, региональной общественной палаты. Мы, Олег, завершаем особое мнение. Но я думаю, что вот про работу ассамблей, возможно, мы еще чуть более подробно поговорим. Благодарю. Спасибо.